друзья всем привет с вами Наталья сегодня 22 декабря три дня назад было ровно месяц как наши красолы стоят на укоренении и посмотрите неделю назад я увидела у самой большой красолы вот такие корешки у второй красолы я заметила только один выглядывающий сбоку корешок не буду ее трогать показывать она остается в грунте ну а эту красолу я решила пересадить уже в грунт чтобы корешки привыкали постоянному грунту друзья посмотрите какие хорошие корешки выросли за этот месяц компиальное кольцо чистое это просто кокос постаралась я очистить по максимуму корешки от кокоса и сейчас пересажу в грунт смотрите корешки пошли расти с одной стороны с места среза а вот здесь корешки продолжили расти и с того места где помните при посадке при посадке мы заметили что в одном месте вот сама верхнем узле вот здесь было три маленьких корешка или два и вот так все это разрослось я считаю результат замечательно все сейчас пересадим грунт и он продолжит там расти в качестве грунта я буду использовать свой составный грунт 50 процентов универсального грунта и 50 процентов дополнительных разрыхлителей таких как мелкий и средний циолит пемза песок ну и как всегда молотый древесный уголь ну а сажать красу я буду вот такой опять-таки прозрачный пластиковый контейнер для того чтобы наблюдать за ростом корней к сожалению у меня нет другой подходящий по размеру пластиковые тары поэтому сажаем сюда сейчас покажу как это будет выглядеть вот смотрите то есть как раз таки в этом в этой емкости красула простоит где-то месяца два два с половиной в это время хорошо нарастет корни и весной я пересажу ее хороший длинный тяжелый даршор чтобы красула хорошо держалась но все сейчас сделаю пересадку и покажу вам конечный результат смотрите наполовину заполняю емкость грунта и на весу буду засыпать красула смотрите грунт засыпан где-то на такой уровень наполовину все держим красула на весу чтобы не сломать ее корешки и засыпаем старайтесь красула раньше времени не опускать крепите красула ничем не буду потому что дошок очень легкий красула очень тяжелая так что сейчас я ее аккуратно снова перенесу на то место где она стояла и ее будет подпирать стена ну а через два-три месяца когда я пересажу ее на постоянное место жительства другой длинный тяжелый даршор то там уже все я поставлю опоры и красула продолжит растить друзья вот она вторая красула все-таки решила я заглянусь в ней в корни посмотреть как дела у нее и и чтобы не было пересадить наверное ее постоянный грунт так как в каркосе у меня корни все-таки очень сильно спрессовываются в нем поэтому думаю ладно я ее вытащу посмотрю как чувствуют себя корни вообще есть ли они и пересажу ее дальше укореняться или наращивать корни уже в постоянном субстрате и посмотрите какой результат оказывается замечательно это получается у нас прошло где-то 32 дня шикарный результат смотрите корни пошли расти из узла и по ходу комбиально о нет и комбиально либо кольца место с места среза и узла ну все сейчас почищу еще немножечко трешочки от кокоса и таким же способом пересажу ее пожалуй тот же самый горшочек ту же самую тару в которой она сидела так как корни еще маленькие ну а по весне месяца через два-три пересажу уже в хороший тяжелый длинный горшок где она будет укореняться с подкорками и так раз мы вернулись на свое место где они продолжат наращивать свои корешки ближайшие месяцы так как корешки были стопроцентно немножечко поранены при очистке от кокоса поливать эти красолы неделю или дней десять я не буду чтобы корешки успели скажем так восстановиться и зажить пересаживать любые красолы именно если вы делаете пересадку с очисткой грунта нужно только в абсолютно сухой грунт ни в какой влажной ни малейшей влажности чтобы не было возможного рецидива если бы повредили корешки поэтому еще раз повторюсь так как это была именно пересадка я очищала корни какие-то орешки повредились все грунт у меня абсолютно сухой неделю или дней десять я не буду их поливать каковы мои дальнейшие действия полив точно такой же как и был до этого как я поливала свои красолы в первые дни в течение месяца после того как мы поставили их на укоренение если помните мы сажали их сухой как о его влажный кокос кокоса меня просыхал наверно дней десять когда он посветлел я снова я начала опрыскивать грунт не поливать а опрыскивать то есть из распылителя я опрыскивала его до середины горшочка вы помните как мы сажали красолы если вы не видели предыдущие видео то зайдите в альбом влог о четырех красолах и посмотрите как мы сушили срезы так долго и как мы ставили эти красолы на укоренение вот значит мы точно также опрыскиваю грунт из распылителя до середины горшка ну а дальше он сам уже пропитается для чего это делается чтобы на уровне среза и мы срезали с вами ствол не было никакого болота то есть там нам нужно просто влажность нам не нужен там мокрый грунт но а по ходу роста и развития корней полив можно будет увеличить именно объем полива сейчас же в этом нет никакой необходимости корешки еще маленькие растения они пока что еще не стали питать по моим наблюдениям корешки начинают питать растения но где-то только недели через три через месяц после укоренения ну это по моим наблюдениям да и еще хочу сказать что один раз я опрыскивала грунт кокос этих растений с небольшим количеством торневина то есть где-то на пол литра воды на кончике ножа я добавляла торневин ну я сделала так и мне кажется что это помогает торням развиваться если честно я так делаю уже ближе к моменту укоренения где-то к 3 месяц ой к 3 неделям двум неделям я начинаю добавлять немножечко торневина в воду мне кажется что это помогает торням ну и с каждым опрыскиванием грунта я опрыскивала ну и наверное продолжу опрыскивать окрону чтобы помочь растениям хоть как-то получить влагу пока корни не заработали опрыскивать не обязательно это почему-то мое внутреннее ощущение что растениям это нужно конкретно этим потому что пришли они ко мне пришли они ко мне очень обезвоженные плюс два месяца просушки еще месяц укоренения мне хотелось как-то им помочь поэтому еще раз коротко поливать и опрыскивать грунт я буду только дней наверное через 10 добавлю обязательно в водичку торневин чтобы он помог развиваться торням ну и следующие опрыскивания грунта будут по мере просыхания данного по правилу у меня это происходило но не раньше чем через неделю а иногда и 10 дней именно поэтому я выбрала прозрачные горшочки чтобы наблюдать как грунт будет просыхать растут у красу у меня на балконе температура всегда постоянно разная поэтому просыхать они тоже будут по-разному и очень важно в первое время обязательно вот первое время за ними наблюдать чтобы не перелить красу лучше пересушить но никак не перелить и сейчас я вам покажу как чувствует себя укорененные череночки триколора которые укоренились месяц назад вот они триколорчики наши смотрите они уже набрали тургор набор тургора я заметила где-то у кого-то недели две назад у кого-то не только неделю назад посмотрите вот это говорит о том что корешки заработали вот этот малыш тоже набирает тоже тургор тургор начинает набираться с верхних листиков и от основания так что наберитесь терпения и даже если вы через месяц после укоренения заметили что у вас появились корешки не торопитесь заливать свое растение как я поливала эти стаканчики я их поливала точно так же только до на одну треть наверное потому что перешки еще маленькие поэтому точно так же я опрыстывала грунт на одну треть ну и потом он сам уже допитывался скажем так то есть на пролив я не сейчас не лью пока перешки маленькие у нас сейчас где-то пол 11 или 11 утра и вот такая у нас температура ночью у нас температура спускается где-то до 10 градусов ну а днем бывает по-разному когда 18 когда 22 вот такой у нас замечательный декабрь все мои растюхи хорошо себя чувствуют хорошо растут соседские собаки тоже себя хорошо чувствуют значит время заканчивать наш вид на видео обзор ну все друзья всем пока пока и хороших выходных